МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире третье заседание правительства Республики Западная Армения. Речь пресс-секретаря правительства Республики Западная Армения. Дискуссия Айастан в сопротивлении Манушана и Арцаха. Истории про Заравара Андроника. Богатая история армян в Нидерландах и Бельгии. Институт Лемкина объявил тревогу. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Субботу, 24 февраля, состоялось третье заседание правительства Западной Армении. Заседание вела президент Республики Западной Армения Лития Маркосян в присутствии Армена Кабрамена и членов правительства. В ходе заседания участники обсудили общую ситуацию правительства Армении. Вице-премьер Арман Акопян доложил и представил подробности про сделанные работы текущей недели. 24 февраля 2024 года пресс-секретарь правительства Республики Западной Армения Армена Исаакян выступила с речью, представив основные события недели. Во Франции состоялась церемония перезахоронения останков Миссака Манущана, на которой присутствовали и проявил покровительство первый президент Республики Западной Армении Армена Кабрамен. Армена Исаакян отметила важное событие – церемонию захоронения останков Миссака и Милине Манущан в пантеоне бессмертных Парижа. На церемонии присутствовали первый президент Республики Западной Армении Армена Кабрамен, президент Французской республики Эммануэль Макрон, премьер-министр Франции Гавриэль Аталь, бывший президент Франции Франсуа Олланд, члены правительств, законодательных органов Восточной Армении и Франции, общественные и политические деятели. Пресс-секретарь представила подробности заседания правительства Республики Западная Армения, состоявшегося 17 февраля. На заседании присутствовал первый президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян, новый избранный президент Республики Западной Армении Лидия Маркусиан, члены правительства. Подробности 10-го заседания Национального собрания Западной Армении 3-го созыва от 21 февраля. Заседание вела председатель Национального собрания Республики Западной Армении Нелли Арутюнян. В пятницу 23 февраля в зале Шеневье Мулинбург-Леваланс культурная ассоциация АЭС там провела дискуссию за круглым столом на тему от Мисака Манушана до Арцаха армянское сопротивление оккупации. В среду 21 февраля Мисака Милины Манушан перезахоронили в понтоне Франции. Присутствовало около 40 человек. Президент Армении Грикор Амирзаян поприветствовал пастора Бургле Валанса и армянской евангелической церкви Валанса Акопа Кучикяна, вице-мэра Валанса Жоржа Росклана, президента Ассоциации воинов армянского происхождения Дром Ардеша, Жорж Еретян и президент организации Амми Калле де Малатя Ан Иже Валанса. Хосров Ильозе поблагодарил делегацию Западной Армении, в частности генерала-майора Сурена Шаумяна, полковника Вираба Манукяна, почетного консула Западной Армении в регионе Рона Альпы Карапета Антосяна, первого президента Западной Армении и нынешнего председателя Национального совета Арменнака Абрамяна. Первый президент Республики Западной Армения, открывая дебаты, сказал следующее. Проводить параллель между сопротивлением нацистскому режиму во время Второй мировой войны и армянским сопротивлением азербайджанскому режиму, оккупировавшему Арцах на Горной Карабах и часть Армении, возможно, пожалуй, несколько смело. Но мы должны задать себе этот вопрос и обсудить его. Мисак Манушан и друзья по армянскому коммунистическому движению присоединились к сопротивлению, поскольку большинство из них были сиротами, пережившими геноцид в Османской империи младотурецким правительством. Турки были союзниками немцев. Эти же немецкие нацисты снова стали угрозой для Европы, евреев, армян и всех народов. Это было одной из причин, по которой Мисак Манушан и друзья присоединились к сопротивлению. Нацистская Германия была очень похожа на младотурецкий понтуранизм, который хотел уничтожить армянскую нацию с территории Османской империи, а также все христианские меньшинства империи, такие как ассирийско-халдейские или понтийские греки. Манушан боролся с захватчиками и оккупантами. С сентября прошлого года Азербайджан оккупирует Арцах. Население под угрозой этнических чисток предпочло бежать в Армению. Арцах сейчас оккупирован и лишен армян, которые прожили там не менее 3000 лет. Но это не конец, поскольку движение сопротивления армян Арцаха и всего армянства продолжается. Власть Арцаха в изгнании продолжает существовать в Армении. Армянская епархия Арцаха продолжает существовать. Она не распущена. Каждый день акты стойкости и самоотверженности армян Арцаха продолжаются в Армении и за рубежом. Присутствующие высказали свое мнение о перезахоронении Мисака и Милине Манушан в пантеоне. Присутствующие подчеркнули. Эмоции, связанные с уникальной и грандиозной церемонией поминовения, разделяют все. Поблагодарю Францию за то, что она воздает честь как бойцам сопротивления, так и Армении и армянам. Вопрос параллели или общей линии между сопротивлением нацизму армянских бойцов, сопротивления таких как Мисак Манушан и нынешним сопротивлением армян против азербайджанских оккупантов в Арцахахе вызвал активную дискуссию. Армейна Кабрамян и Жорж Расклан, мэр Валанса Никола Дарагона отдали дань уважения. С речью выступили Сурен Шаумян, Саркис Джамакур Цян, Вирап Манукян, Грикор Де Саркисян, Жорж Эритсян и Жан Клод Де Саркисян. На вопрос, как армяне могут сопротивляться, защищая Армению и возвращаясь в Арцах, Армейна Кабрамян подробно рассказала о сопротивлении армян и готовности защищать родину. О стойкости армян засвидетельствовали Сурен Шаумян и Вирап Манукян, которые, как и Армейна Кабрамян, очень хорошо знают местность. «Мы должны объединиться и верить в себя», — сказал Вирап Манукян. Сурен Шаумян и Армейна Кабрамян поддержали сказанное, призвав не сдаваться, и рассказали некоторые подробности армянского сопротивления в Армении. Герой национально-освободительного движения, полководец Андроник Зоровал, благодаря храбрости, непобедимости и победам, еще при жизни стал легендой. О нем писали легенды, сочиняли песни. Одна из легенд рассказывает о чудесном крещении Андроника. При крещении внезапно послышался звук лошадиных подков. Вошел мужчина, забрал младенца из рук священника, окунул в святую воду, после, вернув младенца священнику, исчез. Присутствующие заметили на спине младенца крест и поняли, что это Сургеворг. Говорят, что во время сражения пули не попадали в Андроника. После каждого боя он сбрасывал одежду, и пули падали на землю. Его охранял крест Сургеворга. Легенда интересна тем, что рождение и крещение первенца сопровождались чудесами. Как это обычно бывает с героями эпоса и мифов. Крест Аберек на теле напоминает крест войны или крест Патарак на руке или спине героев эпоса Давида Сосунцы. Крест защищал Давида Сосунцы до тех пор, пока Давид не дал ложную клятву на кресте, после этого потеряв защиту. Согласно некоторым преданиям, крест почернел и накалил тело Давида. Чтобы остудить тело от жара, Давид входит в воду, где и погибает. Институт предотвращения геноцида имени Лемкина объявил тревогу с красным флагом, учитывая угрозы обострения ситуации на армяно-азербайджанской грознице, призвав правительство Армении остерегаться изменений в Конституции и государственной символике по требованию Баку. Подобные предложения вызывают беспокойство, поскольку они могут усилить продолжающуюся риторику президента Алиева и ее идеологическую основу. Написали в Институте о намерении Еревана внести изменения в Конституцию и государственную символику, в том числе оспорить наличие горы Арарат на гербе. Институт Лемкина связал требования Баку внести изменения законодательством Армении с пренебрежением права Еревана на суверенитет и желанием захватить некоторые части международной признанной территории Армении. Институт также раскритиковал предложение Министерства образования сменить преподаваемый в школе предмет «История армянского народа» на историю Армении, поскольку это приведет к искажению истории и до недостаточному освещению таких важных этапов, как геноцид, совершенный против армян. Вызывает тревогу тот факт, что это позволит отрицателям геноцида, таким как Азербайджан и Турция, преуменьшить или даже стереть свою роль и ответственность в исторических событиях, которые могут негативно повлиять на политические программы и национальную идентичность. Обвинения Азербайджана в провокациях вооруженных сил Армении могут быть частью зеркальной стратегии, которую Баку используют для подготовки крупного нападения. Многие армянские торговцы в Амстердаме отправились в голландские колонии в Юго-Восточной Азии в XIX веке для торговли, а также создали фабрики и плантации, создав сообщества армян в таких местах, как Ява и Индонезия. Интегрирующая история армян в европейских колониях также является прекрасным предметом для другой должности. Наполеоновские войны положили конец армянской жизни в Нидерландах. Город Амстердам был почти опустошен после оккупации французами. Однако присутствие армян в Бельгии не было нарушено на протяжении веков, хотя размер общины не стал значительно увеличиваться до конца Первой мировой войны и вынужденного массового исхода армян из Турции после геноцида 1915 года, совершенного против армян. В течение этого XX века армянские эмигранты как в Бельгии, так и в Нидерландах стали довольно успешными торговцами, кабрами, табаком, бриллиантами и другими ювелирными изделиями. В табачном секторе единственными сигаретными брендами в Бельгии стали оригинальные армянские бренды, такие как «Даврос», «Аракс», «Маруф» и «Энфи». Мессерианская, Чамкерцкая, Матосянская и Энфийская семьи сдержали монополию на табачную промышленность страны. Другим сектором, с которым столкнулись армяне Бельгии, была торговля алмазами. Член семьи Барса Мянов был президентом престижного бриллиантового клуба Бельгии в 1920 году, когда в бизнесе были известны фамилии семей Черкезиан и Пекян и Амбарцумян. Во время Второй мировой войны некоторые армянские солдаты были привезены немцами в голландскую провинцию Зеландия в качестве военнопленных во время нацистской оккупации, где были созданы специальные батальоны, известные как «Армянский легион». Немецкий батальон 1812 года, состоящий исключительно из армянских солдат, находился на голландских островах провинции Зеландия, особенно в Миддельхарнисе. Там армяне вступили в контакт с местными жителями и вскоре последовали браки. Эта глава истории Армении в низких странах вскоре стала очень трагичной, поскольку почти все армянские солдаты были казнены немцами после восстания армян. Из-за активной роли армян в голландском сопротивлении голландское правительство отметило этих храбрых армян, установив мемориал. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что вестерн Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!